Новые события, новые проблемы Но обо всем по порядку Сегодняшний день в Риге Кугу начался бурно Он ознаменовался первым чтением закона проекта о повышении семейных пособий вызывающего острые противоречия в правительстве вплоть до предположений о его возможном развале Напомним, что инициативу центристов поддержали представители всех парламентских партий кроме реформистов, стоящих во главе правительства Сегодняшний день мог показать, насколько справедливы предположения о невозможности найти консенсус в правящей коалиции На непростом заседании парламента побывал Сергей Евченков Сегодняшнее заседание для многих журналистов, следивших за ним, было ознаменовано возможным распадом коалиции хотя сами депутаты придерживались иного мнения, осознавая при этом, что ситуация между коалиционными партнерами далека от совершенства Камнем преткновения стал законопроект о повышении семейных пособий, который продвигают центристы в то время как реформисты требуют его очень тщательного обсуждения Дело дошло от того, что словосочетание «развал правительства» все сильнее стал звучать в кулуарах Риги Когу В Риги Когу должны пройти три чтения, прежде чем законопроект будет принят или отклонен У нас есть желание достичь решения проблемы, находясь в коалиции И мы хотим призвать наших коалиционных партнеров, чтобы они тоже искали решение проблемы Но такое решение невозможно, если его один из партнеров ищет вместе с теми, кто не входит в коалицию А сейчас именно такая ситуация Выдвинутый центристами законопроект предусматривает повышение пособия на первого-второго ребенка до 100 евро А на семью с тремя и более детьми до 700 евро Инициативу поддержали представители всех парламентских партий, кроме возглавляющих правительство реформистов Поскольку ее стоимость составит около 300 миллионов евро Партия премьер-министра настаивает как минимум на предварительном обсуждении в правящей коалиции В партии реформ ранее обвинили центристов в попытке развалить правительство И не исключили, что прибегнут к абструкции при обсуждении законопроекта в парламенте Именно абструкция стала еще одним ярким сигналом о том, что в правительстве не все так гладко Центристская партия попросила поддержать законопроект о повышении семейных пособий Свою поддержку озвучили и три парламентские фракции Но партия реформ этого не сделала И будет ли привязан раскол в коалиции и ее конец даже Это теперь зависит от решения премьер-министра В любом случае обстановка в коалиции остается напряженной Это видно также и потому, насколько члены Кабинета министров на пресс-конференциях по итогам заседания правительства Упрекают друг друга чуть ли не во всех смертных грехах прямо перед журналистами Впереди еще второе и третье чтение законопроекта И уже сейчас видно, что они вряд ли пройдут в полной гармонии и взаимопонимании Сергей Овченков, Роман Васильев, Новости Таллина Центральный союз профсоюзов предлагал повысить до 700 евро в месяц Как минимальную зарплату, так и необлагаемый подоходным налогом минимум Понятно, что такая инициатива была вызвана резким скачком и цен на энергоносители, и цен на продукты питания Однако поддержку у работодателей эта идея не нашла Они даже не стали ее обсуждать В результате профсоюзы всерьез задумались над ответными шагами, о которых узнал Илья Бань Рекордные цены на топливо в Эстонии и бешеная инфляция приведут к скачку цен на большинство товаров и услуг Прежде всего коммунальных Ни правительство, ни работодатели, однако, не поддержали инициативу профсоюзов по повышению минимальной зарплаты И необлагаемого налогом минимума до 700 евро Формулировка ответа Сейчас это решение нецелесообразное и время для него неподходящее Это означает, что те, кто уже сегодня получает невысокую зарплату Вынужден будет в новом отопительном сезоне справляться со своими проблемами самостоятельно Уже сейчас надо принимать какие-то решения, чтобы потом, как задним числом, не было бы поздно Если бы сейчас поднятие это произошло, то люди бы более спокойно вошли бы в тот кризис, который нам уже говорят, что наступит уже осенью А потом тушить пожары всякими подачками, которые сегодня занимается правительство Это не будет спасать и нагнетать больше обстановку, и людей это будет больше злить Профсоюзы начинают сбор подписей в поддержку повышения зарплаты и необлагаемого налогом минимума до 700 евро Это сигнал не только к тому, чтобы защитить тех, кто получает минималку, но и призыв к общему повышению зарплат Расчеты профсоюзов показывают, что с помощью предлагаемых мер наиболее уязвимые работники каждый месяц будут получать почти на 100 евро больше Это солидная помощь Откладывать повышение до 1 января будущего года, когда традиционно ожидается повышение зарплат В нынешней ситуации категорически нельзя, считают в Центральном союзе профсоюзов Подготовка к ответным мерам уже началась В направлении Центрального союза профсоюзов Эстонии окончательные решения будут приняты на будущей неделе Профсоюзы не исключают, что за сбором подписей могут последовать и митинги Сегодня мы видим, что люди, которые готовы прийти, а других нужно подтягивать просто к этому вопросу Чтобы они видели, что мы не сидим, как всегда говорят, что профсоюзы всегда отсиживаются Нет, профсоюзы всегда говорят о том, что если мы проводим акцию протеста и мы показываем правительству, что народ недоволен И сколько народу не придет, мы говорим о том, что проблема существует, ее надо решать Напомним, что минимальная зарплата с 1 января выросла до 654 евро в месяц А необлагаемый налогом минимум сейчас 500 евро в месяц Эта ставка не менялась с 2018 года Илья Бань, Роман Васильев, Новости Таллина В отечественной экономике наблюдается самый настоящий парадокс, который пытаются объяснить экономисты и аналитики Все мы видим стремительный рост цен, в годовом исчислении он превысил 15% Но при этом народ не покидает магазины, потребление растет, объем продаж увеличился на 18% Подскочил и спрос на различные услуги, а сбережения на счетах растут Михаил Владиславлев задался вопросом о причинах этой странной ситуации Ситуация кажется парадоксальной даже для специалистов Конечно, в какой-то мере сложная обстановка должна бы сказаться на потреблении Но и в апреле объем родничных продаж вырос на 12% по сравнению с прошлым годом А по итогам первых четырех месяцев на 11% И это при том, что впервые за 12 лет в Эстонии покупательская способность падает В любом случае она упала лишь до уровня трехлетней давности Также и сейчас, при высокой стоимости бензина, на среднюю зарплату его можно купить гораздо больше, чем 12 лет назад Когда также был зарегистрирован резкий рост стоимости топлива Такой потребительский бум можно объяснить, пожалуй, комбинацией ряда факторов Одной из причин, которая особенно в последнее время может влиять на потребление, особенно товаров длительного пользования, это инфляция С одной стороны, она вызывает неуверенность с точки зрения экономического положения роста цен Но если кто-то уже раньше планировал какую-то покупку, то нет смысла с учетом безудержного роста цен откладывать ее до тех пор, пока она еще больше подорожает Также можно добавить еще два фактора Во-первых, возрождение туристического бизнеса Пока трудно оценить его влияние на розничную торговлю Но в общем частном потреблении доля туристов выросла до 12% в сравнении с коронакризисными четырьмя Также в страну прибыло около 40 тысяч беженцев, которые вносят в потребление свою лепту Также сложно оценить влияние накоплений, составляющих по-прежнему очень значительную сумму Хотя начиная с осени прошлого года, темпы их роста заметно уменьшаются Тем не менее, по сравнению с прошлым годом, в апреле они увеличились на 11% Как правило, их считают отложенным потреблением Более всего растут большие вклады Их владельцы также с тревогой смотрят на инфляцию, тратят деньги в магазинах Но главное инвестируют, в частности в недвижимость Житель Эстонии очень большой потребитель У нас потребление всегда было значительным За исключением некоторых кризисных периодов, когда оно снижалось Если же сравнивать Эстонию с остальной Европой То у нас в третьем квартале оборот предприятий розничной торговли вырос более чем на 10% А в среднем по Европе лишь на 5% Несмотря на столь заметный рост, Эстония не является уникальной страной Любопытно, что в многих странах такой рост вызван лишь тем, что год назад из-за ограничений торговые центры не работали В нашей стране тоже есть такой эффект, но не столь значительный Зато такие страны, как Литва, Польша и Словения То есть представители так называемой «Новой Европы» закупаются вовсю, как и мы Но как долго будет бушевать потребительский праздник, предсказать не берется никто Летом коммунальные счета уменьшились, как и спрос на топливо Однако осенью нас ждет, скорее всего, новый рост Однако предстоящим летом больших экономических потрясений быть не должно Но еще раз напомним, что мир полон непредсказуемых событий Михаил Владиславлев, Петер Ивлевайн, Новости Таллина Наш коллега Вадим Малышкин с удивлением обнаружил в интернете сообщение о том, что логопеды с Украины готовы проводить занятия с ребятами из Эстонии Действительно давно известно, что в стране наблюдается острая нехватка опорных специалистов И Таллин прилагает немалые усилия для того, чтобы пополнить их кадры Но стоит ли родителям прибегать к услугам логопедов из интернета? И могут ли они реально помочь? Ответ на это и другие вопросы, связанные с дефицитом специалистов в нашем следующем материале Приездом десятков тысяч военных беженцев из Украины вопрос трудоустройства для них является самым важным после поиска жилья Специалисты самых разных сфер ищут работу в нашей стране Немало тех, кто уже устроился на работу В социальных сетях за последнее время нередко можно встретить объявления о том, что логопед из Украины нуждается в работе и готов помочь вашему ребенку С одной стороны, действительно, в нашей стране уже не первый год наблюдается нехватка подобных специалистов И вновь приезжие могут помочь в этом вопросе Но тут стоит учитывать некоторые важные моменты Если специалист перфектно владеет русским языком в данной ситуации Потому что мы говорим об исправлении речи русскоязычного ребенка То почему бы и нет? А если у специалиста есть какие-то нюансы в том же произношении Или какие-то диалектизмы, которые использует этот человек И какие-то грамматические формы, которые не соответствуют нормам русского языка Грамотного русского языка То здесь, я думаю, могут возникнуть проблемы Но, опять же, подчеркну, у меня нет никаких оснований не доверять Не лишним будет спросить и проверить у специалиста диплом о соответствующем образовании Для логопедов есть четкие требования Степень магистра по специальности логопедия И если все в порядке, то нет никаких оснований отказывать в работе этому человеку Или не доверять его профессионализму Кстати, высокопрофессиональные специалисты, разумеется, из Эстонии Прошедшие международную подготовку Работают в Таллинском учебно-консультативном центре Который активно поддерживает город Здесь помогли уже не одному десятку детей Причем в центре используются настолько уникальные методики Что им обучены лишь единицы в нашей стране Кстати, в Эстонии не хватает не только русских, но и эстонских логопедов В нашем центре можно получить помощь всех опорных специалистов И логопедов, и спецпедагогов, и психологов, и социальных педагогов На двух языках Это могут быть и консультации, и помощь первого уровня Когда к нам на занятия ходят дети И активно работает наш обучающий центр В целом же для нашей страны приезд опорных специалистов Это может быть и большой плюс Но все же будьте внимательны при выборе специалиста Но возможно, благодаря новым временным жителям Таллина Мы сможем улучшить ситуацию в этой сфере Вадим Малышкин, Роман Васильев, новости Таллина Таллиннский технический университет пополнился еще одной новинкой Про которую раньше бы сказали, что такого не может быть в реальной жизни А лишь в фантастических фильмах На его территории открылся первый в нашей стране киоск Который работает без обслуживающего персонала А вместо работников покупателя будет обслуживать специально созданная для этого система За покупками в магазин будущего сходил Сергей Овченков Мы уже привыкли к тому, что в небе летают самолеты В которых нет пилота, беспилотники Мы уже привыкаем к тому, что на дорогах Таллина Появляются автобусы, где нет водителей Что ж, теперь придется привыкнуть к тому, что, например, в аэр-киосках не будет продавцов Сразу спешим успокоить, что открытие такого магазина не означает массовое сокращение работников таких киосков Данный магазин – это инновационное решение, подобное Amazon Go в магазине шаговой доступности Где нет ни официантов, ни КАС Покупатель заходит в магазин, выбирает понравившиеся товары, которые автоматически добавляются в виртуальную корзину и покидает магазин В магазин можно войти как с помощью мобильного приложения Air Kiosk Go, так и с помощью банковской карты В таких магазинах процесс покупки будет быстрее Но что самое важное, такая система позволяет предлагать свои товары клиенту 24 часа в сутки, 7 дней в неделю Сейчас есть несколько специализированных магазинов или заправки, которые работают круглосуточно Но то, что раньше было закрыто в ночные часы, выходные или в госпраздники, теперь может работать все время Покупка происходит следующим образом При входе в магазин вы регистрируете свою кредитную карту или заходите при помощи приложения Выбираете товар, который находится уже на очень точных весах, благодаря чему система распознает покупку Ну а после того, как вы набрали все необходимое, вы нажимаете на кнопку, чтобы вас выпустили А система, в свою очередь, снимает с вашей карты деньги за приобретенный товар Мы открываем здесь примерно его 4 месяца Здесь его строили, проверяли, тестировали около 4 месяцев Вообще, это заняло проект более полугода Сейчас разработчики будут следить за тем, как будет функционировать данный магазин без персонала В случае возникновения каких-либо проблем, его работу могут нести коррективы Предприятие планирует открыть еще два таких киоска безработников Однако, точно говорить о том, где именно они будут установлены, еще рано Сергей Овченков, Андрес Лорент, Новости Таллина Самый большой фестиваль в центре столицы, Дни Старого города, в этом году празднуют юбилей И он проходит уже в сороковой раз Даже вне пандемии организаторы старались найти какие-то формы, чтобы этот праздник, без которого невозможно представить себе столицу, все-таки проходил Но в этот раз все будет с привычным размахом О чем мы и поговорим с нашим гостем Сегодня у нас в студии заместитель старейшины района Кесклин Никита Грознов Добрый вечер! У нас грядет замечательное мероприятие, это Дни Старого города И кого можно туда пригласить? И самое главное, как активно мы будем отмечать юбилейные дни? Добрый вечер! Действительно, год-вод уже совсем практически за дверь Дни Старого города проходит с 3 по 5 июня И если вдруг у вас очень много времени, вы можете располнить примерно так, что 133 мероприятия в день И тогда за 3 дня вы все четверистые мероприятия посетите Ждем всех Для детей у нас отдельно «Ла Хайла» будет специальное место с детской программой Можно посмотреть, послушать джаз в очень необычных местах в Старом городе Или, может, вам нравится народное творчество Это тоже на Торне, это будет отдельная программа То есть калейдоскоп мероприятий, он практически бесконечный в этот раз Очень часто спорят, для кого же Дни Старого города? Потому что, конечно, это же Мчужин, это сердце Таллина Но все же, для туристов или для нас, для местных жителей? Тут вопрос немножко с подвохом Потому что, естественно, как и любое большое мероприятие Одна из его целей, это место, где оно проходит, как-то отрекламировать Но дело в том, что некоторые мероприятия настолько специфические Что поймет ли турист всю глубину этого мероприятия Тут большой вопрос То есть я не могу согласиться с тем, что только для туристов Ну и опять-таки, местные жители ведь тоже, наверное, захотят познакомиться с какой-то историей С необычными рассказами, с необычными улочками И самое главное, дворы Старого города Загадочные Одно из отличий Дней Старого города от прошлых в том, что Мы очень сильно старались, очень долго разговаривали с некоторыми владельцами закрытых двориков в Старом городе И все-таки некоторые согласились допустить жителей и гостей Дней Старого города в свои потаенные места Для того, чтобы показать, что уже за ними прячется Прячется ли там, может быть, какой-нибудь маленький уголок, где можно кофе попить Или там уже целый сад разбит Или, может быть, там почему-то детская площадка Это вы как раз таки видите с 3 по 5 июня Ну и самое главное, самые красивые дворики получат благодарность от управы? Да, естественно, самым главным призом и главным похвалой будет наше горячее рукопожатие Но, а как уже со стороны, уже немножко сбоку припеку, будет денежный приз и подписка годовая на очень известный журнал «Эстонский» Переприятий невероятно много Есть какие-то масштабные, есть какие-то менее Но наверняка есть те жемчужины, которые точно нужно посетить любыми способами Ванна Линопаева.е Там есть вся программа, что и я, кстати, сделал До передачи перепроверил Там есть такие замечательные вещи, как, например, йога в музее То есть, если вы хотите совместить практически несовместимое, пожалуйста Если вы хотите увидеть абсолютно удивительную группу, которая откроет Дни Старого Города Надеюсь, за мой французский никто меня не побьет Лексуал Дэнс Машин открывает у нас цепь мероприятий У нас 40-й юбилей Дней Старого Города У нас 600-й юбилей Рая Аптек И 700-й юбилей Ратушной площади То есть, я считаю, что эти вещи такие must go, must see Потому что это важные в плане Старого Города здания И монументальное значение, и очень красивые цифры Конечно же, это традиция и на программах этих зданий тоже Всех приглашаем Приглашаем детей, взрослых Что касается собак Почему на них такой особый акцент? Иногда причиной не пойти куда-то является то, что мне животного своего не хочется оставлять дома И мне хочется больше времени привезти И как практически в любой европейской стране мы видим то, что на музейной выставке периодически разрешаются животные Не говоря уже о кафе и магазинах И почему бы нам не позвать и любимых животных домашних тоже быть частью этого большого праздника Тем более, полицейский мастер-класс покажут? Конечно, естественно, чтобы... Ну, это так, для людей Людям, наверное, немножко интересно, как полицейские собаки работают Но я думаю, что и другим собакам, полицейских собак, тоже будет интересно посмотреть Никит, спасибо вам большое До встречи уже на Днях Старого Города с 3 по 5 июня Спасибо, встретимся в Старом Городе Старинная музыка в Старом Городе Специальный мюзикл про Старый Город День флага, кубинские мелодии, экскурсии по историческим кафе, глаза разбегаются Так что наш совет, вернее, два Во-первых, не оставайтесь в эти дни дома Во-вторых, обязательно посмотрите программу Дней Старого Города И выберите самое интересное для вас Как и советует наш гость, заместитель старейшина района Кесклин Никита Грознов На мы продолжаем наш выпуск В Таллине появилась первая живая стена легального граффити Бетонные стены виадока Пернусского шоссе послужат художественным полотном для всех желающих Инициированный управой района Кесклина молодежными работниками Таллинского департамента образования Проект позволит юным художникам свободно самовыражаться А не расписывать стены в неподобающих местах, что обычно заканчивается скандалами и вызовом полиции Первыми украсили стены своими рисунками уже известные молодые художники Их творчество вполне возможно вдохновит поклонников этого вида искусства Ранее скрывавшихся в ночной темноте на создание новых шедевров уличной живописи Причем на совершенно законных основаниях Граффити, выполненное в высоком качестве, может быть расценено как настоящее украшение городского пространства Важно только, чтобы оно находилось в правильном месте и не нарушало закон и порядок Вот чтобы подарить людям простор для творчества, но при этом минимизировать ущерб для общественных мест И придумали проект легального граффити Он предусмотрен для всех желающих И когда место для рисунков закончится, можно все стереть и начать сначала Основная идея легальной стены в том, что твоя картина здесь не вечна То есть вот ребята сегодня нарисуют, а послезавтра придет художник и поверх их картины нарисует свою Это и называется живая граффити стена То есть ты нарисовал, сфотографировал, выставил у себя там в сети, в инстаграме, где угодно И после тебя приходят уже другие ребята и в порядке живой очереди просто рисуют Полицейские тоже надеются, что теперь проблем с несанкционированным творчеством будет меньше Я не встречала людей, у которых был бы какой-то конкретный мотив расписывать стены Часто стены расписывают просто за компанию Ну или просто им нравится это делать Нелегальные граффити для Таллина все-таки являются проблемой Не везде настенные рисунки уместны и красиво смотрятся Столица Эстонии тут не одинока Во всем мире поклонники граффити хотят самовыражаться и расписывают все, что только могут Собственно, идея создать легальную граффити-стену взята у европейских городов Антон 14 лет живет в Берлине И там граффити процветает, как легальное, так и, к сожалению, нелегальное, как и у нас Я считаю, что такая граффити-стена очень важна Их могло бы быть и больше Что дает такая стена? Во-первых, она делает это место красивее Ты можешь спокойно подумать и делать более сложные вещи Отсутствие возможности выразить себя вынуждает людей идти на такой шаг, как нарушать правила И сегодняшняя стена, это сегодняшний проект, получается, легальная стена Это проект, нацеленный на то, чтобы помочь таким людям реализовать себя Причем полностью по правилам Для нас это было достаточно спонтанно Меня там буквально неделю до этого спросили И такой чисто арт-джем Все собираются, рисуют вместе, такая классная атмосфера создается Тот, кто пришел оставить свой рисунок на стене легального граффити Полностью свободен в своем творчестве И может самовыражаться без ограничений Но в пределах разумного Несензурные надписи и изображения, разжигающие вражду, запрещены А все остальное можно и даже нужно Завтра последний день весны Лето не за горами Настоящее тепло все еще где-то в пути Найдет ли оно, наконец, дорогу к нам Узнаем у синоптиков Предстоящей ночью облачно Пойдет дождь Ветер восточный и северо-восточный 4,10 метров в секунду Температура воздуха от 9 до 11 градусов тепла Завтра днем преимущественно облачная погода Ожидается дождь Возможно, гроза Ветер юго-восточный и южный 5,11 порывами до 15 метров в секунду Температура воздуха от 12 до 14 градусов тепла Ночь на среду облачно Ожидается дождь Ветер южный и юго-восточный 6,10 порывами до 13 метров в секунду Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов В среду днем небольшая переменная облачность Пройдут грозовые дожди Ветер южных направлений 4,9 метров в секунду Температура воздуха от 15 до 18 градусов тепла Четверг ночи облачно После полуночи пойдет дождь Ветер восточных направлений 3,8 метров в секунду Температура воздуха плюс 9, плюс 12 градусов В четверг днем облачно, временами дожди, ветер северных направлений 3,8 метра в секунду, температура воздуха от 12 до 14 градусов тепла. Всего вам доброго и до завтра.